Хай-хай, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я рад вас приветствовать! Сегодня мы окунёмся в мир Westland Survival! Ну что ж, давайте начнём своё развитие в этой игре и посмотрим, куда нас это приведёт. Сегодняшний выпуск я предлагаю начать с того, что нужно немножко привести в порядок нашу локацию и сделать небольшой склад для тех припасов, которые мы найдём в дальнейшем. Ведь я надеюсь, что мы их и найдём. Давайте сделаем несколько маленьких ящиков и разместим их у нас на локации. Я выделил место специально под склад. Я думаю, здесь будет всё отлично смотреться. После того, как разместим здесь всё это, мы сможем нормально отправиться и найти все необходимые ресурсы. Потому что без них очень сложно и, в принципе, делать там в игре нечего. Хорошо, выставляем наши первые сундучки. Надо выставить их, наверное, по краешку. Будет более удобно и продуктивно, как по мне. Потому что, когда они стоят внутри, мне не сильно нравится. Хорошо, скинем первый, пожалуй, камешек и все подобные ресурсы. То есть, отведём сундук специально под это. Показывается, что нужно выпить водички. Сделаем это, но немножко позже. Так, травушку я сбросил, да? Хорошо, сделаем ещё два сундука. Освободим как раз-таки полностью свой инвентарь. И сможем отправиться с пустыми руками в путешествие. Наше второе путешествие в какой-то игре. Я не знаю, мы пойдём, наверное, скорее всего в лес. Посмотрим, что нас там ждёт. Все эти ресурсы можно выбросить. У меня должна быть где-то вода. Потому что, если воды нет, друзья, то у нас с вами небольшая проблема. Вот она, отлично, фляга с водой. Я, наверное, оружие с собой никакое брать не буду. У меня, в принципе, бита есть. Она дамажит по 14, это нормальный урон. Так как мы никуда в столь крутые локации не собираемся, я надену только шляпку с собой, чтобы солнце не пекло. И можно отправляться. Уходим на локацию. Сейчас посмотрим, определимся, куда отправимся. Так, смотрим, что у нас есть. У нас есть сосновый лес. Это первый уровень сложности. Я думаю, к нему мы и отправимся. Зачем ломать голову? Сразу же сюда и пойдём. Погнали. Так. Быстрое перемещение. Пока что, благо, энергия у нас есть. Энергия восстанавливается 1 единица за 5 минут. Что, если честно, очень долго. И я дошёл до локации и понимаю уже свою ошибку. Я не восстановил до конца своё здоровье. Это встречает, что буквально 1-2 удара и я умираю. Тихо, 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 тихо. И тут у меня сразу же проблема начинается, потому что меня встречает выживший. И этот выживший может нанести мне удары. Мне нужно уйти от него. Представляете, как совпало, да? Я только появляюсь на локации, и сразу же на меня идёт выживший. И что мне делать? Я надеюсь, что у меня в хранилище есть готовый стейчек, вот этот, который сможет мне хоть немножко подхилять. Я надеюсь, что хоть немножко. Мне много-то не надо, на самом-то деле. К 41 хп. Ну что ж. 41 хп это немного. Давайте заберём тогда ствол. Ствол у нас наносит. 20 дамага. Отлично. И с пушкой, я думаю, мы сможем разобраться с ним. Это будет гораздо легче. И у меня появится шанс на жизнь. Потому что вот на таких ошибках я в основном и умираю. Но на таких ошибках я и учусь. Поэтому отличный вариант. Так, это была петочка, да? Где этот парнишка-то, который хотел меня убить? Я во вторую руку поставлю, пожалуй, ближнее оружие. Потому что на обычных мобов-то я не хочу тратить. Огнестрел. Он очень важен для меня. И его у меня практически нет. Это первая пушка, которая есть. И она выпала с бесплатного кейса. Я вообще удивился, если честно. Я не ожидал, что оттуда можно выпасть что-то годное. Сейчас нужно по периметру пробежать. Собрать все ягоды. Отлично. Мы получили уровень. Вот. Это хорошо. Если бы знал, даже бы пушку, наверное, не брал. Потому что я не рассчитывал на столь быстрый и динамичный уровень. Рост его, точнее. И пришлось сожрать стейк. Но ничего. Полное количество хп позволит нам все-таки зачистить эту локацию. Так. Мы встречаем оборванца. И я думаю, в принципе, мы сейчас осилим его и убьем. Да, первого оборванца я убиваю. Это первый оборванец, убитый мной в этой игре. Сразу же иду ко второму. У него 50 хп, на что я, кстати, рекомендую обратить внимание. Это мобы первого уровня. И видеть мобов первого уровня 50 хп довольно-таки необычно и непривычно. Если брать в расчет все предыдущие игры данного типа, типа сурвайвла, то у всех мобов было по 40 хп. Здесь же у первых мобов 50. И это на 10 больше. Значит, их сложнее будет убивать. И более, конечно, затратно. Так, вот мы встречаем бродягу. У бродяги 80 хп. Бродяга намного быстрее, чем оборванец. И у него такие же атаки, кстати говоря, что очень странно. По количеству дамага они не отличаются. Ну, нам, конечно же, лучше. Ничего страшного. Я думаю, мы переживем. Так, и сейчас надо будет подсчитать приблизительно, сколько встречается каких мобов и на какой локации. То есть, пока что мы встретили только одного оборванца. Точнее, не оборванца, а бродягу. И это хорошо, в принципе. Да, стоп-то это терпимо для первой локации. Так, нас засек оборванец, и он идет к нам. Надо бы его убить. Я немножко подкушиваю ягоды, но совсем немного, потому что, мне кажется, я уровень здесь еще не один возьму. Поэтому с этим проблем никакой не должно быть. Так, я нашел зайца. Давайте убьем зайца. Так, хорошо. С одного удара. Пока что ресурсы не собираем. Хочу полностью зачистить локацию, а дальше уже займемся сбором. Посмотрим, сколько можно взять бы это уровней в самом начале за сбор и зачистку первой локации. Так, хорошо. Убил одного оборванца. Давайте подойдем ко второму. Мне очень жаль, что я потерял возможность убить выжившего. Но я бы тогда его никак не затащил. А сейчас он пропал и не появляется. Это, конечно, обидно. Это огорчает. Я действительно рассчитывал на то, чтобы его встретить еще раз. Так, и дальше у меня сломалось оружие ближнего боя. Так, ну посмотрим, сколько мне нужно, чтобы сделать еще одну биту. Так, биту, биту, биту. Мне нужно три дерева. Так, отопорик. Хорошо, но придется тогда пособирать немного ресурсов. Соберу ресурсы, смогу сделать. Давайте посмотрим, что в сундуке. Возможно, в сундуке тоже смогу найти какое-то оружие ближнего боя. Это будет великолепно. Так, хрен те. Шляпы-веревки. Мне пока что шляпы-веревки не нужны. Давайте посмотрим, что во втором. Так, вижу веточку. Веточка мне как раз и нужна была. Так, в этом Чебодане вообще вусор. Я удивлен, там находилась лишь трава. Одна единица. Это чрезвычайно мало, как по мне. Так, хорошо. Веточек мы насобирали. Давайте сделаем. А что, нет, не могу. Я вроде нашел три камня уже. Это был только первый. О, мой бог. Что делать? Где искать остальные камни? Это же лесная поляна. И здесь особо ресурсов по камню-то нету. Вот это мы в заднице, ребят. Так, а не, вот нормально. Все, нашел камешек. Еще хорошо веточку нашел. Так, мне бы еще один камешек. Я бы сделал, наверное, кирку. Правда, я залежи по камням-то не видел еще. Не знаю, может быть, мы что-то пропустили. Я как бы пока что не встретил. Так, оборванец меня засек. Идет ко мне. Я красавчик сделал пушку, но не взял пушку. Сейчас взял, пошел убивать. Давайте надерем ему задницу. Хорошо, ляг-приляг. Отлично. Пошли вверх. Надо, главное, тихонечко так, знаете, к оборвать. Ой. Не-не-не-не-не. Так не пойдет. Вот так вот. Будем по одному вытаскивать. Потому что сейчас бы ударил по стейлсу. Да, нанес бы большое количество дамага. Но, дабы на меня загорелись все, у меня были бы, конечно же, проблемы. Пошли вверх-обратно. Сейчас убьем верхнего, а потом убьем бокового. Так, а у нас здесь койот. Слушайте, смотрите, у койота 35 хп. Вот вам и компенсация, в принципе, ребят. И волков. А в лаздаичке-то 40 хп. А тут 50 в тех, 35 в тех. Вот вам и... А, я сейчас умру. О, боже мой. Я чуть не умер. Вы это видели? О, ма-гад, это же бродяга был. Фух. Это было жестко. Я был прям на волоске от смерти, если честно. И мне бы не хотелось умирать. Нужно быть повнимательнее в этой игре. Еще бы немного. Один удар, и я бы умер. Фух. О, ма-гад. Это было очень страшно. Если честно, я испугался чертовски сильно. На долю секунды я уже думал, что я сделаю фиасыч. И мне придется перезаписывать этот видеоролик. А он получается, вроде как, пока что весьма неплохим. Мне бы не хотелось этого делать. Хорошо, могу делать кирку. Как раз-таки у нас тут залежь. Так, на меня там уже кто-то идет. Кто-то заагрился. Какого-то хрена. Я вообще-то тут тихонько себе живу. Давай-ка ты не будешь ко мне лезть, братан. У меня вообще нету хилов уже. Ты меня тут дубасишь. Иди нахрен. У меня реально осталось 8 хп. И все, друзья. Мне просто катастрофически нужно взять уровень. Иначе мне каранты. Честно, у меня кто-то нападет. И я не смогу ничего ему сделать. Например, выжившие любят в такие моменты нападать. Когда у тебя уже ничего нету. И они такие, знаете, типа. А мы хитрые. Мы ждали. И сейчас мы на тебя нападем. И в такие моменты, конечно же, ты и умираешь. Потому что, а что ты сделаешь? Камон, чувак. У тебя нету ни одного хила. У тебя нету практически ни хрена. И реально никак не выжить. В такие моменты. И это обидно. Да, я понимаю. Я, конечно же, разделяю это вместе с тобой. Потому что я, ну, типа такой же чел, как и ты, дружище. Давайте, наверное, мы вот так вот сделаем все-таки. Я не хочу рисковать. Я не хочу умирать. Я вижу, что у меня уже почти левел Аплуса. Но, тем не менее, я знаю, что здесь еще есть зомби. Фу, блин, зомби. Оборванцы, которых мы еще не убили. И вот он где-то примерно здесь должен быть. Вон он стоит. И я надеюсь, что это не бродяга. Да, нам повезло. Это действительно не бродяга. А вот внизу может быть бродяга. Но я его не агрю. Хорошо. Мы справляемся. У меня 35 хп. Я смогу подойти еще. Это тоже оборванец. Давайте убьем этого засранца. Хорошо. Вынесли. Кстати, у меня сломалась шляпа. Я могу надеть и освободить инвентарь. Ой. Как неожиданно. Этого я поставил сужение ударя. Поэтому потрачу больше здоровья. Это плохо. У меня уже экранчик просто невероятно сильно мигает. Красный. Мол, парадежка, тебе пора сваливать. Иначе тебе каранты. Ты будешь просто в заднице. Беги. Просто беги отсюда. Вот мой уровень. Отлично. У меня уже 112 хп. Здесь, кстати говоря, ребята, за каждый уровень здоровья прибавляется. Это круто. Так, я нашел рубашку. Я нашел железный обломок. Это металлом, короче. Так. И, по-моему, вверху я видел еще пару говнюков. Блин, я теперь стильный парень. Вы посмотрите, как круто сидит на мне эта рубашка. Так. Нынус койот. Отлично. У койота что-то не было мясо. Я разочаровался в койотах. Койоты не то, что раньше. Больше у них нету кусочков. Нет! Нет! Что я сделал? О, мой гад. Я сделал еще одну кирку. Ребята, это такое фиаско. И, кажется, больше здесь нету залежей камня. И это означает, что я по уши к кирбе. Если реально мы сейчас не найдем еще одну залежь. А, вон, есть залежь вверху. Я вижу уже. Это хорошо. Скажите, мне все-таки повезло, друзья. Так. Наверное, я вот эту кирку могу выбросить спокойно. Надо сделать себе вещмешок. Потому что у меня реально нет уже инвентаря. Он забитый. И если я не сделаю вещмешок, то я не смогу притарабанить нормальное количество ресурсов домой. Надо посмотреть, что там требуется для того, чтобы его создать. И, наконец-то, это сделать. Забираем. Камешек. Немного я, конечно, облажался. Но это мой косяк. И я это признаю. Я умею это делать. Так. Главное сейчас второй раз не сделать. Так. Вот. То, что мне надо. Хорошо. И здесь я могу сделать, наконец-то, вещмешок, ребят. И сразу же его одеть. Плюс 5 к вещам он добавляет. Это великолепно. И это означает, что я смогу собрать все ресурсы и притарабанить домой. Кто-то на меня бежит. Это койот. Надо вступить в драку с ним. Так. Убиваю койота. Вот так вот. Хорошо. Забираю с него мясо. И я смогу притарабанить достаточное количество дерева домой. А достаточное количество дерева дома. Это означает то, что, наконец-то, мы сможем что-то еще построить. А развитие в игре это основная наша задача. И означает, что вы уже выполнили план минимум на этот ролик. Великолепно. Кстати говоря, мы находимся в лесу первого уровня. И он действительно легкий. То есть это, наверное, со всех сурвайвлов самый легкий лес, который мы проходили. И здесь можно найти реально неплохие ресурсы. То есть если брать в учет то, что мы только начали, то для меня это действительно неплохие ресурсы, которые мы получили очень легко. При том, что я не потратил, грубо говоря, ни хрена. Все, что я взял с собой, я могу сделать в полевых условиях. И спокойненько с этим же на этой локации проходить. Это великолепно, ребят. То есть в любом случае, в какой бы жопе мы ни были, мы сможем начать все заново. Не начиная игру заново, понимаете? Да, это немножко сложно для восприятия. Но это факт. Именно это мы делаем сейчас. Я в восторге. И сейчас мы соберем все ресурсы. Мы посмотрим, сколько мы сделаем левелов за эту локацию. Потому что мы... Так, у меня сломалась кирка. Точнее топорик. Надо сделать топор. Мы пришли сюда с третьим уровнем. Сейчас у нас уже пятый уровень. Это означает, что мы взяли уже два уровня, понимаете? И если вы заметили, в верхнем левом углу, то у меня уже почти шестой уровень. Так, на меня опять кто-то бежит. Это выживший. Выживший с каким-то крутым копьем. Вы посмотрите, что он творит. И у меня, кажется, есть возможность умереть. Я должен догнать его и убить. Забрать копье. Да! Я сделал это. Я забрал его копье. Я убил его. Вот так вот. Получи засранец. Надо сейчас посмотреть, что это за копье было. Оно вообще выглядит очень круто. И оно сломано. О мой гад. Очень жаль. Очень, очень жаль. Боже мой. Как это обидно, друзья. Эх. Оно действительно сломано. У него 17 урона. Вы представляете, как это много? Это нереально много, ребят. Это очень круто. Блин. Я думаю, мы сможем тоже делать в скором времени такие копья. Я, конечно же, рассчитывал на то, что это копье я заберу себе. Я не знал, что оно будет столь сломанным. Вот это, конечно, фиаско. Это разочаровало меня. Но не сломило. Мы продолжаем мотивироваться. Давайте дособираем. У нас уже шестой уровень на минуточку. Мы смогли его получить. И я смотрю, что мы даже заполним еще половину седьмого уровня. Так, заберем здесь тканем. Если мы возьмем 7 уровней, то это вообще будет просто бам! Это колоссальный успех будет. Взять столько левелов за один поход. Это просто невероятно. Так, давайте выбросим, наверное, кирку. Так, хорошо. И соберем ресурсы. Я уже, знаете, в голове прокручиваю следующий свой поход в следующем видеоролике. Я думаю, какая это будет локация. Я уже в предвкушении того, что мы сможем там найти. Я вот, понимаете, я выбросил кирку, ребят. А у меня здесь на локации еще осталась одна залежка, как минимум. И вот я облажался. Вновь облажался. Слишком много раз за этот видеоролик я улажал. Это очень разочаровывает. Это очень огорчает. Но этого не избежать, как оказывается. А с другой стороны, ребят, мы пришли в лес. А в лесу нужно приносить с собой дрова. Поэтому дров я в этот раз принесу много. В этом будьте уверены. Так, все, мы сломали полностью все. Мы собрали все ресурсы. И мы можем уходить с этой локации домой. Ну, а я с вами прощаюсь, дорогие мои друзья. С вами был Борода и игрушка Уэстла. Всем спасибо и пока-пока.